Харьковские соглашения можно считать началом аннексии Крыма. Эти соглашения были подписаны благодаря связям Януковича с Россией или под давлением России. Они создали всю базу для дальнейшей аннексии. Если бы там не было Черноморского флота РФ, никакой аннексии, конечно же, не было. Но тогда, по всей видимости, уже начали зреть планы, чтобы при случае забрать Крым у Украины. Что говорить, предыдущая украинская власть была пророссийской, поэтому и все их действия понятны. Янукович хотел, видимо, всю Украину сдать со временем. Но, к счастью, не получилось. По сути дела, Крым был аннексирован до того, как вели российские войска. Все местные крымские элиты, которые покрывал Киев, по сути дела, были пророссийскими. Никто их не трогал даже во времена Ющенко. И это показал масштаб предательства в органах власти, силовых структурах, в прокуратуре, судах. Там делалось все, чтобы сохранялся российский мир, чтобы РФ имела максимальное влияние на Крым. По сути дела, он был дан на откуп пророссийским силам еще задолго до фактической аннексии. И вся политика тогдашней власти была направлена на усиление русской общины. Они разрешали приезжать в Крым российским политикам, которые разрушали единство Украины. Там также работали на деньги Москвы куча обществ, всяких российских контор, которые готовили почву для этого самого русского мира. Понятно, что никакого казачества в Крыму никогда не было. И не было никакого русского единства. Это все были искусственные образования, созданные на деньги Кремля. То есть там формировалась такая искусственная реальность, в которой даже не были замешаны русскоязычные жители Крыма. Они сами не создавали фактически никаких политических структур. Это все инспирировалось Москвой. Конечно, главной базой был Севастополь, как база российского Черноморского флота, где все было пронизано, так сказать, Россией. В то же время проукраинская часть крымского общества всегда была в загоне у Киева. Крымских татар никуда старались не пускать, не брать. Тогдашняя украинская власть считала крымских татар опасностью, а россиян – братьями. Ну вот результат. Крымские татары – единственные, кто всегда голосовали за все проукраинские партии. И всегда проукраинские партии получали там около 15% голосов. Но проукраинское татарское общество не было поддержано. На него не делали ставки и делали ставку на пророссийские силы и пророссийских политиков. Судьба Крыма не была бы предрешена, если бы в Киеве сидели адекватные руководители, если бы Ющенко выполнил обещание, данное крымским татарам о создании Крымско-татарской республики в составе Украины. О том, чтобы татары принимали серьезное участие в политической жизни Украины и в государственном управлении. Но, к сожалению, Ющенко обманул крымских татар, и во многом на нем лежит ответственность за то, что потом случилось. Он в период своего правления мог изменить ситуацию в лучшую сторону, когда мы говорим о том, что кроме крымских татар, там мало тех, кто был проукраинских взглядов. Нужно понимать одно. Крымские татары – это коренной народ Украины. Это тот козырь, который Украина должна была использовать еще тогда. По международным нормам только крымские татары могут определять судьбу Крыма. Если бы были приняты соответственные законодательные нормы, и крымские татары были признаны коренным народом Украины еще тогда при Ющенко, то у них бы было право вето на все эти решения. И даже не фиктивные. Референдум в таком случае нельзя бы было провести, а мнение крымских татар было однозначным. Они в России никогда жить не хотели, хотя бы по факту того, что в свое время очень много претерпели от властей из России. У крымских татар не было никакого законодательного права влиять на судьбу Крыма. Этим и воспользовался Путин. Наконец, спустя три года после аннексии Крыма, в Верховную Раду был внесен законопроект о признании крымских татар коренным народом Украины и преобразования АРК в автономную республику коренного народа Украины крымских татар. Пусть де юра, но это необходимо немедленно сделать, чтобы закрыть вопрос о том, сдаст ли Украина Крым. Потому что Украина не может сдать свой коренной народ. Если этот закон будет принят, то вопрос о торгах за Крым будет закрыт. Президент Порошенко год назад, 18 мая, в годовщину геноцида крымских татар 1944 года, пообещал, что внесет этот законопроект в парламент и что Крым станет крымско-татарской республикой в составе Украины. Тогда люди очень плакали, радовались, что наконец новые власти Украины увидели коренной народ в Крыму. Но прошел год, ждем до 18 мая 2017 года, что закон будет проголосован большинством депутатов. Это будет важным сигналом для татар, которые сопротивлялись аннексии с самого начала, о том, что Украина их не бросила, что президент, парламент и народ Украины не оставят свой народ в заложниках России навсегда. А татары готовы за это бороться. Айдер Муждабаев